Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 мая и сегодня я зашла в теплицу, чтобы поговорить не о растениях, а о температуре в теплице и об обогревателях. Про инфракрасные обогреватели я уже говорила, но так как приходят еще вопросы, я сейчас сразу скажу вам всем, что смотрите предыдущие видео, отдельные видео, я сейчас снимать не буду про них, потому что все только что месяц назад снимала и про газовые, и про ветродуйки. Сейчас я зашла просто показать вам, вот обогреватели, которые в этом году мы купили, новые, как он, киловаттник, по одному киловату, две штуки висят на теплицу 3х8, выставлено на 15 градусов, чтобы не было здесь жары и духоты, чтобы больше не поднималось. И вот сейчас именно в такие холодные ночи, когда у нас температура держится 0-1 уже несколько ночей, и сейчас днем даже всего 2 градуса, я зашла, чтобы показать вам и рассказать свои ощущения. Вот здесь такая комфортная температура, тут не холодно и не жарко. Конечно, здесь есть на стенах конденсат, не без этого, потому что все-таки почва влажная и все-таки испаряется вода, она на стенках остается, потому что проветривать сейчас нет возможности. Ну что по температуре? Вот смотрите, температура 14 градусов на термометре, термометр лежит у меня специально на полу и в самом вот таком, вот где монгольский карлик, и вон там на полу у стеночки, чтобы я знала самую низкую минимальную температуру, потому что там это самое большое удаление от вот этого обогревателя, они же у меня по центру вот так висят, а вот это там, где монгольский карлик, это торец, куда, ну в последнюю очередь доходит вот это тепло и пол земля, то есть там самый холодный воздух. И вот 13-14 градусов, если на полу, на земле, ясно, что вот чуть повыше там, где, например, томаты, и там, где я стою, вот где я сейчас стою, разговариваю, очень комфортная, теплая температура. Вот эта температура, когда у меня спрашивали про теплицы, как вы спасаете, вот почему мне понравился этот обогреватель больше всего, вот такое как бы равномерное тепло, в любой угол теплицы зайдешь, везде одинаковая температура. А мои ветродуйки, вот которые в одной из теплиц, в придомовой стоит ветродуйка, там, где она стоит в том конце, там намного теплее, хотя она туда дует воздух, но в другой конец теплицы он все-таки, наверное, не доходит, потому что перейдя на противоположную сторону, я чувствую, что там похолоднее. И воздух от ветродуйки, он весь поднимается раз и вверх. А здесь принцип работы, что они сначала нагревают, ну как, как говорится, предметы, но в данном случае вот у нас земля, вот эти листики, они нагревают сначала грунт, землю, и потом это тепло уже поднимается и равномерно распространяется. Так что вот эти холодные ночи, там, где инфракрасный обогреватель, лучше всего себя чувствуют томаты. Здесь как раз такой климат, не сушеный воздух, нет никаких вот перепадов температур, что в одном конце жарко, в другом конце холодно, все равномерненько. И если внизу на полу там 13-14 градусов, то вот здесь, наверное, 15 градусов есть. Самая идеальная, оптимальная температура для томатов. Вы знаете, что сильно жару она тоже не любит, ей это не нужно. Как раз она цветет, опыляется, завязываются плоды, я уверена, что завязываются, потому что вчера, когда я махровый цветок при вас распотрошила, вы увидели, что там уже завязи томатов, даже вот на таких науродливых цветочках. Так что в теплицах пока что все идет нормально по плану. Все, до свидания. Это был обзор температуры в такой холодный период. Вот это похолодание, оно уже всех вымотало. У людей, у некоторых у нас тоже и подмерзло все, и погибло. Ну вот в теплице с инфракрасными, напомню, что здесь два у меня, два по одному киловатту. И еще, что хорошо, что они же постоянно не работают. Если температура доходит до 15 градусов, они отключаются автоматически. Так что он не очень накладно им пользоваться. Непрерывно он не действует так вот, как у меня ветродуйка. Ветродуйка, она поставишь на ночь, она дует, 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 дует. Все, ладно, до свидания. Пошла дальше проверять. После ночи холодной в каждое место заходишь с содроганием сердца. Вдруг что-нибудь где-нибудь отключилось, и там что-нибудь погибло. Но пока все нормально. Продолжение следует...